Какой-то преступник тут убило пять человек или что? Да нет, ну... Поналетели как-то... Мы же не говорим, что вы пишете. Не, ну вы же предупредили, откуда мы знаем. Тут же знак, а нету никакого ничего. Правильно? Неправильно. Знаков, что запрещали бы торговать на улице, просто не существует. Но жительнице свободного, что не пожелала представиться, это невдомек. Жимолость вырастила на огороде и перевезла сюда. Мини-рынок на Ленино-Чайковского место хлебное. Но продавец встал рядом с ним. Говорит, просто хотела сократить покупателям путь. Бабушка подошла, она бы купила сейчас эту ягоду, ей не надо потом бегать, а? А она потом будет бегать или на ярмарку, или на ВДНХ ей надо бежать. Из-за того, что мы тут три минуты постояли. Проверяющие обиду проигнорировали. Выписали протокол. Еще один в микрорайоне получил житель Николаевки. Евгений Абрамов продавал овощи на мини-рынке возле пересечения Кантемирово-Институтской. Хотя за аренду торгового места, в отличие от других лоточников, никому не платил. У меня также, я говорю, есть разрешение на торговлю на площади. То есть, вот, выписано, спокойно. Пропуск на площадь торговать, на ВДНХ. Также продукцию мы сдаем на ней траты, проверяем на ВДНХ. Поэтому, ну, смысл. То, что сейчас ко мне придираются, я не понимаю. То, что продавцы считают придирками, требование закона Амурской области. Уличная торговля без документов в непереспособленных для этого местах запрещена. Нарушители карают штрафами до 5000 рублей. Их за полгода выписали 228 раз. Покупателям инспекторы без устали напоминают. Еда с уличных лотков может быть некачественной и просто грязна. Клиентов торговцы обвешивают и обсчитывают. Часто по мелочи. И вернуть эти деньги шансов нет. Были единичные случаи, когда не попродуктовые. То есть, купили носки, чулочно-носочные изделия, которые оказались некачественные. Соответственно, когда потребитель вернулся на следующий день, на то место, где были они приобретены, никакого продавца там уже не было. Из-за дня в день продавцы торгуют на мини-рынках. Им всегда можно предъявить претензии в случае чего. Принимают жалобы и администраторы овощных ярмарок. Их в Благовещенске оборудовали в восьми местах. Точные адреса на tv-город.рф. Можно затариться и на ярмарке выходного дня. По субботам она проходит на площади Ленина вплоть до середины октября.